МИР ТРУД МАЙ Почти 25 тысяч рязанцев приняли участие в первомайской демонстрации. В музее ВДВ появились уникальные личные вещи легендарного полководца Георгия Жукова. Выставку открыл командующий воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов. Подробности ДТП в центре Рязани. Упавшая с моста возле цирка «Волга» оказалась угнанной. Рязанцы теперь могут увидеть уникальные личные вещи легендарного полководца Георгия Жукова. Прибыли они в Рязани с Калужской области. Именно там находится единственный в России музей Жукова. В открытии выставки принял участие командующий воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов. Подробнее в материале Марины Комиссаровой. Порядка 60 экспонатов из музея маршала Жукова, что расположен в Калужской области, в преддверии главного для нашей страны праздника, приехали в музей истории ВДВ. Среди них личные вещи маршала Победы, уникальные фотографии, которые мало кто видел. Например, восторг публики в свое время вызвал снимок Георгия Жукова, стоящего на стремянке и собирающего яблоки. Не грозного военачальника, а жизнерадостного человека. Вещи действительно уникальные. Как из Государственного музея Георгия Константиновича Жукова, так и из семьи Жукова, которые были переданы Эр Георгиевной Жуковой, были внукам Кириллом переданы. Там и часы, и колодки орденские, и мундиры, как вы видели. Между тем, в истории Жуков останется как блаководец, которому не было равных в 20 веке. Имя Георгия Жукова неизменно ассоциируется с Победой. Именно он от лица Советского Союза подписывал акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. И был тогда вот в этом мундире, который сегодня представлен на выставке в Музее истории ВДВ. Музей в Калужской области возвели в рекордные сроки. И очень гордятся той коллекцией, которую представляют перед посетителями. Все, что здесь находится, это из фондов нашего музея. Поскольку экспозицию, естественно, мы не разбирали. Многие вещи Георгия Константиновича личные находятся в экспозиции нашего музея. А то, что хранится в фондах, часть мы привезли сюда. Нам предоставилась такая возможность, благодаря председателю Российского комитета памяти Жукова. Взаимодействие училища и властных структур стало хорошей тенденцией. Отметил это и командующий воздушно-десантными войсками. Имя Георгия Константиновича Жукова вписано золотыми буквами в историю русского воинства. Рязань – это город воинской славы в давних времен и в войне. Мне приятно, что здесь находится альбоматор многих десантников второй половины 20 века, которые тоже вписали и продолжают развивать традиции Георгия Константиновича. Это уже не первая выставка и, скорее всего, хорошей традицией станет взаимодействие музеев. Кстати, в преддверии Дня Победы экспозиция из Рязанского музея истории ВДВ уедет в Калужскую область, в музей Жукова. На фасаде здания вокзала «Рязань-1» сегодня установили мемориальную доску в честь бронепоездов, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Доска сообщает, что в годы войны по инициативе рязанских железнодорожников на средства, собранные рязанцами, были изготовлены несколько таких бронепоездов. Памятная доска призвана увековечить подвиг железнодорожников, которые в годы Великой Отечественной войны выступили с инициативой строительства бронепоездов. С идеей установки доски выступила школьница Аревик Казанчан, и этому был посвящен ее исследовательский проект, с которым она победила на Всероссийском конкурсе. Я начала писать исследовательскую работу, которая была посвящена моему прадедушке. Он был членом экипажа 196-го отдельного зенитного бронепоезда. От бабушки, от его дочери я узнала, что в Рязани собирались деньги на постройку бронепоездов. И мне стало интересно, а может, все-таки на каком-то из них воевал мой прадед. Там нашла информацию о своем прадедушке, о бронепоезде, на котором он воевал, о тех местах, где побывал сам этот бронепоезд. И создавая эту исследовательскую работу, у меня возникла идея увековечить память о бронепоездах, потому что, ну, как показали анонимные опросы, которые я устраивала, очень мало людей о них знало. Для ветерана Великой Отечественной войны Ивана Полякова события, о которых вспоминали на церемонии, стали и личной историей. Наше направление, конечно, очень опасное было. Здесь рядом Москва, поэтому противник все время стремился разрушить наши пути, не дать проникнуть, не дать проехать до Москвы. Авторами бронзового монумента стали известные скульпторы Борис и Василий Горбуновы. Конечно, образ бронепоезда, он здесь собирательный. Это все-таки никто не знает точно, каким он был досконально, до мелочей. Время прошло много, документов мало. Так что здесь некий собирательный образ бронепоезда, такое мощное боевое оружие. А вот депо, из которого выезжает этот бронепоезд, это реальное депо. Это веерное депо, оно существует до сих пор. Вот если выйти на мост и посмотреть влево, мы увидим руины. Это руины вот этого веерного депо, в котором когда-то собиралось все это дело. И хотелось в доске отметить именно вот эти прототипы, реальные места, чтобы они сохранились, вот их боевое славное прошлое тоже нашло отражение в этой доске. Возложение цветов в мемориалу завершило церемонию открытия памятной доски. Выходные не прошли и без аварий. Так, в воскресенье вечером в центре Рязани, около остановки «Цирк», «Волга» пробила ограждение моста и вылетела на зеленый склон. По словам очевидцев, автомобиль пытался обогнать троллейбус, залетел на бордюр, снес ограждение моста и сполз на склон. После ДТП виновник сбежал с места аварии. Позже стало известно, что 26-летний водитель, мало того, что был пьян, автомобиль он накануне угнал и пытался на нем скрыться. 1 мая в полицию поступило заявление жительницы областного центра. От дома на улице Зубковой был угнан ее автомобиль «Волга». Как пояснила заявительница, она ненадолго оставила машину без присмотра с ключами в замке зажигания. Этим успел воспользоваться злоумышленник. Молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В аварии он не получил серьезных травм. Угонщик попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. В выходные в Рязани прошла традиционная первомайская демонстрация. В праздничном шествии приняли участие представители регионального правительства и городской администрации, а также рязанских предприятий и заводов, образовательных учреждений и политических партий. В прошедшее воскресенье по всей стране прошли праздничные шествия, посвященные празднику весны и труда. В Рязани первомайская демонстрация стартовала на площади Победы и, как обычно, завершила свое шествие на площади Ленина. По предварительным подсчетам, в первомайском шествии участвовало 25 тысяч человек. Сменяя друг друга, перед центральной трибуной на площади Ленина прошли представители рязанских промышленных предприятий и заводов, вузов, СУЗов, школ и детских садов, политических партий, учреждений культуры и здравоохранения, предприятий сферы услуг. Всех рязанцев с праздником поздравил вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов. Пожелать весны и труда – это самое главное. Этого желают все, пришедшие сегодня на демонстрацию. Об этом написано на тех транспарантах, которые несут жители города Рязани. Власти сегодня готовы работать над тем, чтобы у каждого, прежде всего, была работа, чтобы каждая семья жила достойно, а от этого будет достойно жить страна по-настоящему. В мероприятии также приняли участие председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, глава Рязани Владислав Фролов, представители региональных и городской власти, общественных организаций, депутаты Рязанской областной и Городской дум. Размахивая шарами и плакатами, самодельными и живыми цветами, люди с удовольствием прошли по центральным улицам города. В этом году даже погода была благословена к рязанцам. Первомай выдался солнечным и теплым. По традиции ежегодно в первомайской демонстрации принимают участие различные политические партии. Разная символика и лозунги, но единый патриотический порыв – вот что объединяет в этот праздничный день все партии ради общей идеи мира и труда. На площади Победы перед МКЦ состоялся традиционный первомайский митинг, в котором приняли участие представители партии «Единая Россия». Более тысячи единороссов объединились, чтобы отпраздновать вместе с рязанцами День мира, труда и весны. Для меня Первомай как был, так и остается Днем международной солидарности трудящихся. Сегодня 140 странах мира, трудящиеся, вышли на эту акцию для того, чтобы сказать о своих требованиях, заявить о своих правах. И, конечно, Рязань не стала исключением. Видите, сколько много людей собралось на этот праздник. В то же время это праздник труда, праздник весны, нового обновления. И я поздравляю всех рязанцев с Первым Маем. Я всем желаю здоровья, счастья, мирного неба над головой. Пусть этот праздник принесет нам действительно обновление, побольше ярких и светлых моментов. Всем мира и добра. Поприветствовал колонну и председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин. В этом году Первомай совпал со светлым Христовым воскресеньем. Руководитель регионального отделения партии поздравил всех присутствовавших с этим праздником. Я хочу всех вас православных поздравить с праздником. Христос воскрес! Сегодня праздник весны и труда собрал под своими знаменами десятки тысяч наших рязанцев. Этот праздник традиционно любим всеми, кто трудится на благо нашего родного края. Кто своим трудом заслужил звание ветерана труда. Сегодня это также хороший повод для наших молодых ребят показать, как мы вместе славим человека труда. Для нас это важно, для нас это главное, что сегодня все едины в одном. Сделать нашу страну сильной и процветающей. Несомненно, праздник труда и весны ежегодно объединяет миллионы россиян. Всех тех, кто вкладывает свои знания, талант, силы в развитие и процветание родного края. После митинга сторонники партии «Единая Россия» заняли место в колонии и проследовали по центральной улице города до площади Ленина. В первомайской демонстрации приняли участие все действующие парламентские партии Российской Федерации. На фоне остальных партий выделялась одна – красная колонна от Коммунистической партии Российской Федерации. Руководители партии вместе со своими единомышленниками прошли стройными рядами от Площади Победы до Площади Ленина. В советское время это был праздник, потому что человек труда был защищен во всех отношениях и в обеспечении работой, в том числе молодежь. И права все были соблюдены. Сегодня, к сожалению, за эти годы многие вот эти завоевания Великого Октября в 17-м году, в котором свершилась революция, и в следующем году будем отмечать 100-летие, они многие утеряны. Партия КПРФ все эти годы, выходя на шествие 1 мая, делает все возможное, чтобы вернуть все эти социальные завоевания. Во время шествия колонна скандировала разнообразные лозунги. Возле памятника вождю мирового пролетариата состоялся митинг, который открыл секретарь Рязанского облкома КПРФ, депутат Рязанской городской думы Денис Сидоров. Из шести выступающих на митинге с особым вниманием слушали членов ЦК КПРФ всех созывов первого секретаря Рязанского облкома КПРФ, депутата Государственной думы Владимира Федоткина. По традиции были вручены медали ЦК КПРФ, отличившимся в работе товарищам, вручены партийные и комсомольские билеты. В завершении митинга член бюро комитета Рязанского областного отделения КПРФ Евгений Рябко зачитал резолюцию, которая была принята единогласно. По доброй традиции партия либерал-демократов приняла участие в первомайской демонстрации. Шествий возглавил координатор регионального отделения ЛДПР Юрий Кравченко. Сегодня замечательный праздник. Первое мая партия ЛДПР традиционно проводит по всей стране многотысячные митинги. Этот праздник нас всех объединяет. Партия ЛДПР всячески помогает трудовым коллективам. Партия ЛДПР предлагает поднять минимальный размер оплаты труда до 20 тысяч рублей. В течение всего года партия ЛДПР принимала активное участие в жизни своих потенциальных избирателей. Для партийцев первомай является особенно важным праздником. Да и вообще, все больше людей в последнее время начинают задумываться о его истинном значении. Этот день был, есть и навсегда останется днем сплочения трудового народа, днем, когда социально-политические проблемы общества становятся особенно актуальными. Партия ЛДПР ежегодно отправляет агитационный поезд ЛДПР по всей стране. В этом поезде едет группа юристов, группа депутатов Государственной Думы. Они лично встречаются с жителями самых отдаленных уголков нашей страны. К нам попадает очень огромное количество обращений, огромное количество жалоб. К сожалению, местная власть, которая находится далеко от столицы, совершенно не хочет слышать своих жителей, своих избирателей. Поэтому к нам обращается огромное количество граждан с своими просьбами. Партия ЛДПР с удовольствием помогает. Самые проблемные вопросы попадают лично на стол Владимиру Вольфовичу Жириновскому. И он в них разбирается и помогает. Именно 1 мая политические партии выходят на праздничные шествия. И от того, как партийцы работают с людьми в течение всего года, зависит и то, как их во время демонстрации примет народ. Либерал-демократы в очередной раз заручились поддержкой избирателей. И это очень неплохой показатель политической деятельности регионального отделения и степени доверия электората. 1 мая в Рязань прибыла колонна международного автомарша «Звезда нашей великой победы». Участники проекта, посвященного 71-й годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков, организовали митинг у мемориала на площади Победы. Вместе с представителями городской и региональной власти они почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и передали городу увеличенную копию знамени Победы общей площадью 200 квадратных метров. В истории России было очень много войн и очень много сражений. И было немало побед. Победа в Великой Отечественной войне – это особая победа. Это подвиг длиной в 1418 дней и ночей. Это подвиг на фронте и подвиг в тылу. «Победа в Великой Отечественной войне – это пример старшего поколения, как надо необходимо любить свое отечество и как надо отечество защищать». В рамках автопробега участники планируют объехать 150 населенных пунктов, пересечь границы Южной Осетии, Абхазии, Белоруссии, Китая, Луганска и Донецка. Каждую автоколонну возглавили легендарные автомобили ГАЗ М-20 «Победа» 1955 года выпуска. Сбор пяти лучей намечен на 5 мая во Владимире. Все вместе они двинутся в Москву, где 9 мая сформируют колонну бессмертного полка и развернут всенародную площади на Красной площади. И что хотелось бы подчеркнуть, вот такого живого мероприятия, столько народу, столько добрых улыбок не было у нас на пути. Поэтому мы благодарим Рязань, всех участников, которые здесь собрались, и надеемся, что у нас все сегодня получится. В каждом городе, входящем в маршрут движения участников проекта, копия знамени Победы останется на вечное хранение. Отныне ежегодно знамена будут развернуты в День Победы, объединяя колонны бессмертного полка. Рязанский государственный медицинский университет уже традиционно принял участие в Первомайском празднике. Преподаватели, профессоры, руководители и, само собой, студенты торжественной колонной прошли по центральным улицам Рязани. В составе колонны РязГМУ всего было более 500 участников. Руководство, преподаватели и, конечно же, студенты РязГМУ ежегодно принимают участие в праздничном Первомайском шествии. Участники самой массовой, яркой и многонациональной колонны РязГМУ РязГМУ несли цветы, воздушные шары, транспаранты и флаги с символикой вуза и стран, представители которых обучаются в университете. Сегодня такой день, который уже стал традиционным. Демонстрация в смысле того, чтобы показать своей коллективу единство, силу своих организаций. Это очень важно, это очень красиво, это очень интересно. Поэтому это праздник. Мы очень рады. Сегодня хорошая погода, отличие настроения. Я уверен, что мы зарядимся позитивной энергией на целый год сегодня. С каждым годом количество студентов, количество нашей молодежи увеличивается. Им очень нравится этот праздник, это единение. И можно увидеть, что здесь не только русские, но и другие народы. Всем желаю счастья, здоровья, успехов и поздравляю на РязГМУ с праздником. Всем удачи! С каждым годом желающих принять участие в Первомайском параде становится все больше. В этом году на демонстрацию вышло более 500 человек. При этом ребята ежегодно готовят оригинальную программу для горожан. Конечно же, студенты РязГМУ решили и в этом году не изменять своим традициям. И продемонстрировали направление деятельности, представленные в УЗИ, и выпустили шары в честь праздника весны мира и труда. Коллективу Медицинского университета имени Академика Павлова – Первомайское «Ура!» После окончания шествия на Соборной площади стартовали праздничные гуляния. Студенты и интерны РязГМУ провели акцию «Мы за здоровый образ жизни», посвященную борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На улице был развернут мобильный пункт, где всем желающим будущие специалисты измеряли частоту пульса, артериальное давление и рассказывали о том, как важно следить за своим здоровьем. Это активность, это действительно креатив. Ребята, которые они, наверное, вкладывают в каждый праздник. Это радость и энергия, которые они дают университету к развитию, к движению. Это очень хорошо. Посмотрим, как это получится. Я думаю, это будет красиво и интересно. Ну а завершились первомайские торжества там же, где и начались, на площади Победы, где ректору ВУЗа Роману Калинину представители колонны международного автомарша «Звезда нашей Великой Победы» вручили на вечное хранение бюст Петра Первого. Таким образом, Рязгому стал одним из трех образовательных учреждений-хранителей символических памятных подарков, напоминающих о подвигах героев нашей страны. 30 апреля, в День пожарной охраны России, в Рязани прошел традиционный автопробег пожарной техники. В состав колонны вошли не только современные образцы, но и ретроавтомобиль. Автопробег прошел от Главного управления МЧС России по улицам города до Площади Победы, где состоялась выставка этих автомобилей. Все желающие могли не только посмотреть на экспонаты, но и потрогать их руками, посидеть на месте водителя, чем с удовольствием занимались как взрослые, так и дети. Красно-белые машины выстроились в ряд и организованно проехали по центральным дорогам города, по улице Соборной и Первомайскому проспекту. Погода выдалась удачной, поэтому собравшимся зрителям было еще комфортнее наслаждаться красотой и мощью припарковавшихся на Площади Победы экспонатов. Вся эта выставка проходила под звуки оркестра Академии ФСИН России. Горожане, пришедшие на парад пожарной техники, с удовольствием общались с представителями пожарной охраны, поздравляя их с праздником и расспрашивая о тонкостях работы в столь опасном деле. Особенно заинтересовавшиеся подходили ближе к автомобилям, садились в машины, представляя себя на месте спасателей. Это было очень популярно среди детей. Другие примеряли на себя одежду пожарников, чтобы еще больше войти в роль огнеборцев, ощутить себя на их месте. Среди прочего, стоит сказать, что в числе экспонатов был представлен пожарный ретроавтомобиль на базе ГАЗ-АА. Выпуск таких машин был налажен в довоенное время, еще в 1933 году. Поэтому к этой машине было приковано особенное внимание зрителей. На сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Наша телекомпания поздравляет вас с праздниками и желает хорошего настроения. На этом мы прощаемся. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Не скучайте. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин